снова всем привет сегодня у нас очередной выезд на рыбалку находимся в губернического озера в карелии сегодня я взял верши и хочу попробовать поставить их под лед покажу способ установки при помощи устанавливаться не будут при помощи только с помощью одного коловорота не топоров не бензопил у нас с собой нет и посмотрим что в них попадется а также будем ловить плотву возможно даже еще успеем поставить флажки так что так начинаем погнали ну что друзья проводим новый эксперимент установка верши под лед при помощи коловорота так дмитрий приступайте сверлить а я буду разгребать а успехи у нас получается кстати этот метод придумал дмитрий просверлить во льду прямую линию без топорика без выравнивания посмотрим сколько надо будет но как ты и запихаешься на шире еще надо нет это ты сказал ты идем дальше сверлим не стесняемся верши у нас длиной сколько метр метр 10 на 60 в диаметре сколько уже отверстий он она больше но не влей потом не вытащим это уже как ложка есть вот влезет все влезает изумительно на пять минут делов сейчас мы посмотрим кстати в качестве прикормки у нас кто будет ботоварив ботоварив ботов не будете ли вы любезно чикнуть будьте добры прикормку ну что батончик мы закинули теперь они сейчас будут плавать они сутки будет растворять не это чё а потом опустим камеру посмотрим вот все встала значит надо обрезать и батон привязать под петлю все встал что все встал все встал идем ребята дальше ну что приступаем к установке второй вершин теперь сверлить буду я посмотрим посмотрим как я с этим справлюсь чуть подальше да еще подальше еще вот еще вот нормально да видно хорошо шнек и можешь на меня и кидали отсюда и кидать задевать а 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 Сосил скидок у нас ушел Сошел скидок Средайте Так, ну всё, у нас получается привезти на нананасе, ещё да, ещё надо одну нанас, точно надо. Могу, можно померить теперь уже? На, на вернушку. Ну что у нас получилось? Всё замечательно. Процесс идёт очень хорошо. А может, я тут снимаю даже, нормально. Так, ну что. Так, ножик нужен? По две розиды там и что такое? Сейчас мы хапнем рыбы. Хапнем, хапнем. Чувствую. Плотвы. Взёрка будет в Ищерково. Не знаю, как у Дмитрия. Да? Курит кто-то, блядь, так воняет, блин. С сигаретами. Ну, потом уже ты бросил курить, так, конечно, и будет вонять. Да, они курят три месяца. Чувствую прекрасно. Да, мы не курим и вам не советуем, как говорится. Да, у тебя курили. Да, по 15 лет. 15 лет, ага. Ну, даже даже не по 20, да. По две пачки в день. А потом, в один миг, как отвернуло. Так что так. Ну, а мы переходим к следующему моменту. Не, надо веревочку, да? Обязательно веревочку, она под ногу у тебя. И укладываем вот такой обычный батончик. Горошка. Горошка, вкусная, сладенькая, да. Сладенькая, да. Волочка. Держи. Положили веревку. Дополнительную. Глубина какая у нас здесь? Метра три-четыре. Сейчас проверим, реально ли, реально ли. Реально ли. Поймать, да? Да, рыбу. Димон, дайте ему. Нет. Димон в вершу. Посреди озера. Все говорят, что вершу надо ставить в реках, на выходах, на входе реки в озеро. В озеро в реки, в реку, в реку, в реку. Так, ну что, пикаем? Да. Ну, зацените. Вот он так же, вот так вот и будем ее. Да. Как я здесь. Она должна разведуться сейчас. Давай, она вот распрямляется она. Видите? Вот, все. Вот, отлично распрямилась. Вот она все раскрылась. Все, и опускаем ее на дно. Может она влука стянет? Она нормально, но она. Нормально. Встанет нормально. Клубки, мы сегодня все покрышли. Все, вставах. что вторая установлена теперь остается ждать результата даже поставить третью ну давай сейчас посмотрим и решил процесс запущен ждем результата ну что уже начала вечереть потихоньку надвигается сумерки я решил снимать уже вершу сейчас будем снимать и посмотрим что в нее попалась за три часа на удочку сегодня вообще не клевала хотя рыбы на камере было видно что ее просто валом то ли с погодой что-то то ли она где-то наелась но сам факт сейчас посмотрим как выйдет из воды верши и попалась ли хотя бы в нее что-то так случилось непредвиденное захлопнулась крышка на камере и отключился телефон так показываю что я вытащил не было отснято как я и вытаскивал но сейчас мы на второй проверим так показываю что попалась за три часа средь бела дня попалась нам окушок такой хороший но еще три окуня зашло и и зашла плотва то есть видим что верши работает очень хорошо так давайте теперь посмотрим что у нас во второй верши находится если там рыба так теперь посмотрим что у нас есть во второй верши также три часа она она простояла также прикормка батон будем надеяться что попалась смотрим снимать очень ее легко сквозь такую щель покажу как это делается так друзья что ох ты посмотрите кстати что бывает порвалась 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 на выходе очень неприятная вещь но мы ковим рыбу так смотрим что у нас есть да что ты там считаем что у нас здесь а здесь у нас одна плотва и того здесь у нас тоже маленький окушок попался а также один окунь крупный и два небольших и плотвичка и того две плотвы 6 окунь средних и два маленьких то есть уже на уху есть результат неплохой конечно если бы то оставить все на ночь было бы намного эффективнее но у нас возможности нету нет оставить их здесь потому что слишком много народов надеюсь их утром уже не будет так что будем искать глухое озеро лесную и реку и уже через недельку на ира по рвым ставить снимем видео что попадается в какую погоду это все происходит все мы с димончиком покажем наглядно так что подписываемся ставим лайки и до новых встреч